В Ханое российского президента встретили гораздо более сдержанно, чем в Северной Корее, но тоже достаточно ярко. Смотрите сами. В Ханое российском президента встретили гораздо более сдержанно. Ни один из обнародованных документов не связан с оборонкой. Однако президент Вьетнама Толам сообщил, что были достигнуты и другие договоренности, которые останутся в тайне. Визит российского лидера в Ханое уже вызвал осуждение со стороны Вашингтона. США заявили, что Вьетнам, приветствуя Путина, нормализует вопиющие нарушения международного права. Что же это за секретные сделки с Путиным такие? И будет ли это означать, что Вьетнам будет помогать Москве вести войну против Украины, даже рискуя потерять самого большого покупателя своих товаров в лице США? Ведь и в саммите мира Зеленского Вьетнам не участвовал. У Вьетнама своя правда. В рамках своего нейтрального внешнеполитического курса Ханое стремится дать понять всем, что не является ни союзником США, ни тем более чьим-то вассалом. Он последовательно воздерживается при голосовании в ООН по всем резолюциям, осуждающим войну России в Украине, демонстрируя свой нейтралитет в отношении этого конфликта. Во Вьетнаме Путин уверенно торочил все те же самые тезисы, которые до этого озвучивал и в Северной Корее. Тяжелая эта работа, знаете ли, все это построение многополярного мира, но в то же время и очень веселая. По-настоящему живой и динамичный характер носит российско-вьетнамское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. За прошедшие десятилетия в нашей стране прошли обучение и повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в самых разных областях. Несколько тысяч получили ученые степени. В настоящее время в российских вузах учатся более трех тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама. Ничего, собственно, особо нового. Вьетнам постепенно освобождается от зависимости от российского оборонного оборудования. А в 2023 году повысил уровень своих отношений США до самого высокого. Возможно, мы представим такой же статус, как и с Китаем и Россией. Для Путина путешествие по Вьетнам стало шансом продемонстрировать, что Россия все еще имеет глобальное влияние. В общем, подводя итоги всего этого путешествия, мне кажется, правильно будет процитировать материал британского издания The Times. Главная мысль аналитической статьи, что диктатору Путину пора отдохнуть. Его усталость уже не скрывает ни ботокс, ни попытки быть рукопожатным хоть где-нибудь в мире. Но нелегко это дело грозить всему свету ядерной зимой. Но в самом-то деле. Продолжение следует...